здравствуйте дорогие друзья продолжаем недельную главу пинхас вообще пинхас очень такая спорная фигура с одной стороны бог сам бог сказал что это великий человек сделал его коинство вечным и так далее другой стороны очень тонкая грань между действиями пинхаса и преступления и об этом очень много говорилось но вот давайте рассуждать примерно так представьте вы сидите поезде едете куда-то и вдруг видите как ваш сосед такой мужчина в костюме достает нож вставляет себе нож в ухо и начинает силой винчивать голову уже идет кровь и так далее что вы сделаете будете кричать немедленно чтобы он прекратил позовете там кто там проводника других пассажиров на помощь может быть вырвите нож из рук что вы будете делать очень спорный вопрос да а если ваш сосед ничего не где этого не делал это просто совершает например поездку в субботу там или грех запрещенной торой какая ваша реакция вы не обратите внимание конечно нет это не ваше дело а почему не ваше то есть идеи нас не пугают нас пугает только то что видят глаза наверное поэтому мы написали мудрецы не боимся бога так как должны бояться не испытываем подлинного трепета перед ним дал есть бог там мы его не видим многие из нас верят там знаете когда глубине души что есть бог высший разум высшая сила там есть тот кто создал мир кто и так далее там но кто из нас ощущает что вот он рядом что ежеминутно что он нас поддерживает что хранит что вот он перед нами что он смотрит за нашими действиями мыслями и так далее кто вот это единичные такие люди если мы видели бога говорят всегда мы были нарушали это тоже немножко не так но не важно и все же мы бы боялись но мы его не видим поэтому часто уходим от него на иврите слово страх видеть почти похоже очень и мы боимся ли с того что видим когда мы видим как не дай бог убийство какие-то ужасы там то у нас отвращение мы реагируем на это но когда мы видим когда человека побуждают нарушить шаббат или съесть не качественную еду наша реакция абсолютно другая а собственно почему вот вопрос пинхаса ведь должно быть наоборот убийца лишает свою жертву пишут наши мудрецы только жизни в этом мире но когда человек толкает на преступление против тора он лишает себя жизни осмысленной в этом мире и духовной награды в мире грядущем написано еще хуже что когда там совсем уже там его из душа отсекается от источников всякой жизни то есть мы не всегда понимаем что действительно для нас смертельная опасность а что временная в разделе пинхас бог что говорит маша преследуйте медьян разгромить их ибо враги и вам в кознях ваших что такое случилось я не толкали евреев в пропасть пропасть язычество подстрекали к бунту против бога и торы пытались совратить их не останавливаясь перед использованием даже принцесс своих козлы там и вот поэтому тора обратите внимание а вот обычно невероятно миролюбивая очень гибкая в оценке человеческих слабостей жестко требует от нас не просто избегать медьян не искать с ними мира как с другими народами решительно атаковать их поддерживать с ними состояние войны чтобы почему такое происходит написали мудрецы потому что надо напоминать себе во всех поколениях как они пытались прививая нам какие-то нехорошие качества выйти из нас хотели вытеснить не только из этого мира но из мира грядущего какой вывод мы делаем тот кто духовно нам вредит тот кто пытается поссорить нас богом вот это есть нас на наш настоящий враг тут нам подсказывается как дружески так ладно там давай там то сделаю съешь вот это пойди туда то это и есть наш враг потому что иногда нам кажется враги совсем другие вот такая вот короткая история браха вы от слуха